И первый вопрос, с которого я бы хотел начать, продолжить, вернее, это вот такой вопрос. Кто рад, что он сейчас вообще здесь находится? Ну есть люди, слава богу, да. Это круто, это круто, да. Я тоже очень рад, потому что церковь — это место, где есть ободрение, где есть радость, где есть любовь, принятие. Что еще есть? Что-то еще есть в церкви, что вы сами переживали? Люди есть, да? Что еще есть в церкви? Бог есть в церкви, да? Вот, но еще какие-то моменты есть, да. Но самое главное, что здесь истина, что мы приходим, и каждый раз мы слышим, и мы утверждаемся в истине. Но, знаете, несмотря на то, что это такое потрясающее место, я думаю, что у большинства из нас бывали моменты, когда не хотелось сюда идти. И как бы здесь возникает вопрос, как ты вообще можешь о таком говорить? Но я думаю, что у нас были такие моменты. Это зависит от тех обстоятельств, которые мы проходим, от того, что находится внутри нас, что мы переживаем. Потому что иногда бывает такое, что мы не то, чтобы куда-то идти, мы даже ни с кем разговаривать не хотим. Мы просто хотим находиться наедине. И несмотря на то, что воскресенье, уже и 10, и час, возможно, мы не хотим идти в такое потрясающее место. И это естественно. Мы видим, что даже читая Библию, мы видим, что Иисус имел такой сложный график. И в целом, мы можем сказать, непростую жизнь. У него были максимально непредсказуемые события каждый день. Но что хотелось бы подчеркнуть? То, что Иисус, Он не выгорал. Мы не видим, что Он там отдалялся, на два месяца уехал для того, чтобы побыть один, побыть без людей наконец-то, побыть без нуждающихся. Но Он, наоборот, каким-то образом сохранял вот это неравнодушие к людям. Несмотря на то, что Он был с ними каждый день. Каждый день у Него были нуждающиеся. Каждый день Его о чем-то просили, но тем не менее Он не выгорал. Он не уставал. Не, Он уставал. Он уставал. Все. Он уставал, но Он не выгорал. Это разные вещи. Вот поэтому мы можем уставать, но все-таки выгорать и терять смысл жизни, все-таки это немного другое. И когда мы говорим об этом, когда мы говорим о Иисусе, нам важно помнить, что Он был таким же, каким и с вами. То есть Он был человеком. И Библия говорит, что Он был соблазнен абсолютно всем тем же, что и мы сейчас проходим. То есть у Него были такие же соблазны, у Него были такие же трудности. И смотря на Его последователи, учеников, мы видим то же самое. Мы не видим, чтобы они выгорали. Мы не видим, что они уходили от людей, потому что они хотели просто побыть одни. Такого мы не видим. И, то есть, конечно, не все ученики были такими. Кто-то из последователей с самого начала, как принял вот эту веру, принял Господа, до конца прошел свой путь, но кто-то не до конца это сделал. Но мы видим, что и у Иисуса, и у Его учеников был источник, который помогал им совершать то, что они делали. То, что помогало им идти по жизни. То, что не давало им лежать целую неделю в депрессии на кровати из-за того, что что-то у них не получилось. Такого не было. И у них было то, чего не было у незнающих Господа. И это есть у нас с вами. У нас есть такое? Аминь, слава Богу, у нас есть это. И к этой теме относится разговор Иисуса и женщины из Самарии. На всякий случай напомню, что Иисус и Его ученики, они были в дороге. И после того, как Иисус устал, Он сел возле колодца, а ученики пошли в город купить пищи. И мы видим, что к этому колодцу приходит женщина из Самарии набирать воды. И Иисус просит ее, дай мне попить. И она отвечает ему, что я из другого народа, наши народы не сообщаются и так далее. Но суть в том, что Иисус сказал ей. Это Иоанна 4, глава с 13 по 14 стих. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И по секрету, у нас ведь есть эта вода. Нам не нужны какие-то другие источники для того, чтобы восполнить свой покой, для того, чтобы решить проблемы. Эта вода, можно сказать, уже есть нас. Потому что мы уверовали в Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус говорит этой женщине, которая знает о Господе, но не имеет личных взаимоотношений. То есть у нее нет спасения. Но у нас ведь есть спасение. Когда-то мы пришли и мы сказали, Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты стал моим Господом. Чтобы Ты стал моим Спасителем. Чтобы я знал не только о Тебе, но чтобы я знал Тебя. Исходя из этого, мы можем сказать, что у нас есть эта вода. Ну, по крайней мере, у нас есть возможность приходить к этому источнику. И если до конца завершить вот эту историю, мы видим, что когда ученики принесли Иисусу пищу, и они просили Иисус кушай, то Иисус ответил им. «У меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить делу его». И у нас также есть этот источник. Иногда мы можем отложить его в сторону и стараться двигаться своими силами. И даже когда мы выдыхаемся и мы сильно устаем, мы все равно можем по каким-то причинам не идти к этому источнику, хотя он у нас есть. Возможно, мы забыли об этой привилегии как верующие, по крайней мере, иногда. Возможно, мы не до конца верим, что те обстоятельства, которые сейчас нас окружают, что их вообще возможно изменить. Поэтому мы сидим, сейчас, конечно, здесь нет таких людей, но тем не менее, иногда мы сидим, нам сложно, но мы не идем к этому источнику. Но то, что источник есть для каждого верующего в Иисуса Христа, это факт. Это сто процентов. Это не так, что мы верующие придумали. Друзья, у нас-то есть сверхсила, сверхспособности, суперспособности. Вот, смотрите, мы такие. Это не так, что мы придумали. Мы видим, что Библия говорит об этом, что у нас есть источник, у нас есть что-то особенное. То, чего нет у неверующих людей, чего они не знают, потому что они не знают Бога. И, конечно же, у меня у самого не раз было такое, когда у меня был тупик, когда у меня в буквальном смысле, я могу сказать, не было сил. И это тот момент, когда ты не знаешь, как дальше все будет. А будет ли вообще дальше? А выживешь ли ты? А будет ли продолжение жизни? Такая, так скажем, засуха. И в таких обстоятельствах можно по-разному двигаться. Можно уйти в депрессию, можно каким-то образом отвлечься. То есть, я не знаю, что-то начать делать. Просто, может быть, кто-то достанет компьютер, начнет смотреть сериалы, кто-то там какими-то другими вещами будет заниматься. Но у нас, как у верующих в Иисуса Христа, есть привилегия. Есть источник, к которому мы можем прийти и сказать, «Господь, у меня нет сил. Все ужасно. Все очень плохо. Но ты мой источник. Ты сказал, что есть вода какая-то, которая приведет меня к вечной жизни. Есть вода, которая даст мне силу. Я же верю в тебя. Ты мой источник. Помоги мне сейчас. Мне сложно, Господь, но я прихожу к тебе, потому что я не просто знаю, что есть где-то этот источник. Я верю в это, Господь. Я верю, что ты мой источник, что ты поможешь мне пройти через это. И источник не только для того, чтобы подлечиться и пойти дальше. Мы видим в Писании, что это не только подкрепление наших сил, но это снаряжение. Это что-то дополнительное. Больше, чем передышка и дальше в путь. Мы видим, что Дух Святой давал мудрость верующим людям, что, как и когда говорить. То есть ученики Иисуса Христа, они не просто выживали. Они как бы проповедовали такие, Господь, дай нам силы завтра проповедовать, желать это делать и так далее. Нет, они всегда были в огне. У них всегда было желание. И они не уставали от этого. То есть они не устали общаться с людьми как-то за всю их вот эту миссию. Не уставали служить людям. Не уставали каждый день. Они же ходили в разные города. Почти каждый день. Проповедовать то же самое. То же самое рассказывать разным людям. Иногда их били, иногда их не принимали. Иногда там разные вещи были, но тем не менее они шли и делали это. И если мы посмотрим в книгу «Деяние», это 6 глава, с 8 по 10 стих, то мы прочитаем, что Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. То есть Стефан, он не просто выживал. Вот ему сказали о Боге. Он такой, хорошо, это мой источник. И вот он молится и как бы может идти дальше. Нет, мы видим, что он делает великие чудеса. То есть он реально знал, что есть источник. И он 100%, как бы это ни звучало, пил воду из этого источника. То есть у него было что-то сверхъестественное. Он не был естественным последователем Иисуса Христа. Он был сверхъестественным последователем Иисуса Христа. И если мы читаем дальше, здесь написано, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренийцев и александрийцев и некоторые из Килики и Аси вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил. Они не могли переспорить его не потому, что он был мудрый, не потому, что он был образованный, а потому, что Дух Святой наполнял его. Вот почему. То есть он реально был у этого источника. Аминь. И также мы видим, что в какие-то места Дух Святой не допускал учеников. Он их перенаправлял. Мы это видим также в Деяниях, 16 главе 6 по 7 стих. Здесь написано, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Еще раз повторюсь, что это не так, что их источник просто помогал им выживать, идти, силы брать. То есть он им давал что-то сверх этого. И самое интересное, что Библия говорит, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть этот источник не меняется. Он абсолютно такой же. Этот источник не только помогает нам идти дальше, продолжать ходить на работу, которую мы сейчас, возможно, не любим, приходить и общаться с теми людьми, которых мы тоже особо, может быть, и не любим, да, и которые нас не любят. Может быть, мы их любим, а они нас не любят. Но, то есть это не только для этого, чтобы мы проснулись, пошли, и мы такие, давай, жизнь классная, и сами себя ободрили. Нет, это более, чем это. То есть это какая-то сверхподдержка, сверхподдержка, сверхводительство от Духа Святого. И каждому верующему необходимо в этом расти и развиваться. У нас у всех бывают сложные и максимально непонятные периоды. Когда мы задаемся вопросом, почему это произошло в моей жизни? Кто-нибудь мне ответит, почему я? Почему именно это? Господь, почему? Сколько еще? Когда это закончится? У нас у всех бывают непонятные периоды. Но нам важно помнить, что у нас есть сверхъестественное. У нас есть то, чего не знают другие люди, которые решили не ходить за Богом, которые отвергают Его. У нас есть то, чего нет у них. Это сверхъестественная помощь от Господа. И, конечно же, иногда мы можем все опустить до естественного уровня. У меня, как говорил Сергей Брусянин, заземлить. И вот эту фразу, что он уже цитирует, заземлить все. И относиться так же, как и относятся другие люди. У меня проблема, и у моего неверующего друга проблема. И мы оба сели и говорим, и как жить дальше? Я верю в Бога Всемогущего, который сотворил меня, который сотворил все вокруг, но я так же сижу и говорю, я не знаю, я не знаю, как дальше жить, я не вижу смысла жить. И друг мой неверующий говорит, да, я тоже так думаю. Или он, наоборот, может быть, более оптимистично настроит, чем я. Мы не должны так мыслить. Мы верующие люди. И у нас есть источник. И мы знаем об этом источнике. Здесь все уже знают, о чем идет речь. Мы все это слышали уже много раз. Но я просто напоминаю и самому себе, и каждому из нас, что у нас есть этот источник. Мы можем к нему приходить. Мы можем к нему обращаться. И мы также видим, что благодаря книге Псалмов, мы видим, что Давид не стеснялся прибегать к Господу. Просить о помощи. Искать его. Мы также видим, что когда он прибегал в храм, он пел к Господу. Он прославлял его. Он, мы знаем, что играл на разных инструментах. И мы также можем петь. Мы можем обращаться. И на тех двух собраниях я здесь исполнял момент. Вот сейчас не знаю, надо это делать или нет. Но надо, да? Но в общем, у нас есть песня. Мой источник лишь в Тебе, вся надежда лишь в Тебе, Бог. Мой источник лишь в Тебе, вся жизнью для Тебя живу, Бог. И понеслась, да? Все-таки на обеденном собрании немножко по-другому, да? Здесь знают песни, да? Здесь знают песни. Но у нас есть какие-то другие песни. Когда мы можем петь... Ну, сейчас-то, конечно, весело звучит, но когда мы будем пробовать делать это, и когда кто-то пробовал, ну, знает это, когда у тебя все ужасно, и ты заходишь в эту комнату, и ты говоришь, мой источник лишь в Тебе, ты немножко по-другому смотришь на это. И когда ты поешь песню, я не знаю, там, «Я сдаюсь, Бог», когда ты поешь какие-то другие песни, ты понимаешь, что тебе совсем не весело. И тебе вообще не хочется петь ни эту песню, никакую, ни другую, свою песню сочинять даже не хочется. Ну, это, конечно, не каждый может. Антон Антонович, он, конечно, в этом... Не знаю где, да, но... Он в этом плане профессионал. Но не у каждого есть такая возможность. Мы видим, что Давид, он сочинял песни. То есть он делал это из духа, он делал это из сердца для Господа. И у нас, как минимум, есть песни в церкви, и они есть почти для всех обстоятельств. Поэтому мы можем приходить, мы можем петь, и мы можем наполняться от того источника, в котором реально есть сила. И который доступен каждому из нас. И самое интересное то, что он доступен только нам. Он доступен только верующим людям. Аминь. И если мы посмотрим на царей в Ветхом Завете, то мы можем выделить всего лишь три группы людей между их взаимоотношениями с Богом. Первая группа людей — это цари, которые вообще не шли за Богом. Они знали, что их отцы ходили за Богом, но тем не менее они не шли за Ним. Вторая группа царей — это цари, которые верили в Бога, они уповали на Него, но приходили какие-то обстоятельства, и они выбирали свой путь, они не шли за Богом. И третья группа царей, уже для всех понятна, это те люди, кто когда-то принял эту веру, и они шли, несмотря ни на какие обстоятельства. И для того, чтобы не просто так это озвучить в воздух, хочу привести примеры. Мы видим, что в третьей книге Царств, 15 главе, из 25 по 26 стих, говорится о таком царе, как Нават. Написано, что он делал неугодное перед отчаями Господа. Он ходил путями отца своего и во грехах его, которые тот вел Израиля в грех. Все, мы поняли, это первая группа вот таких царей. Мы взяли один конкретный пример. Вторая группа, это четвертая книга Царств, 14 глава с 1 по 4 стих. Здесь написано, «Воцарился Амасе, и делал он угодное в отчаях Господних, впрочем, не так, как отец его Давид, он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах». Это не говорит, что Амасе плохой. Он реально верил в Бога. Он шел за Ним. Но он позволял другим людям, то есть за кого он ответственный, он же царь, он позволял ему поклоняться другим богам. И сам, когда наступали какие-то критические ситуации, он сам не шел за Богом. Но если мы посмотрим на третий пример, это у нас царь Езеки, здесь написано, «Дел он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его». Он отменил высоты, разбил статуи и сделал еще много-много другое. И к чему это? Причем здесь вообще цари из Ветхого Завета в Библии? Зачем ты нам это прочитал? За тем, что у нас в жизни может происходить то же самое. Конечно, первая группа царей для нас не подходит. Мы все верим в Бога, мы все принимаем Его. Но тем не менее, когда у нас есть какие-то проблемы, когда у нас есть сложные ситуации, как мы действуем. Потому что вчера, когда у меня была сложная ситуация, я мог прийти к Богу. Я пришел к источнику, дал мне сил, и я классно прошел этот момент, классно прошел эти обстоятельства. А сегодня как? Сегодня я могу позвонить своему другу сразу, помоги мне. Могу так, так действовать, но не приходить к Господу и даже не спросить, что Он думает. Хотя Он мой источник. И если мы сказали, что Он мой Господь, и Он всемогущий, как мы говорим и как мы верим, значит, нам всегда нужно приходить к Нему, что бы ни происходило в жизни. Даже если все хорошо, даже если все плохо, мы можем приходить к Нему. Он наш источник. И как мы уже сказали, Он не только помогает нам выживать, дает сил нам идти дальше. Если у нас все хорошо, ну, можно сказать, зачем мне приходить? Но Он наш источник. Он подсказывает нам, что делать, как делать. И, по крайней мере, для себя я выделяю такой пункт, что нужно чаще приходить к источнику. Потому что ученики Иисуса Христа, они приходили не только, когда все было плохо. Они спрашивали Его о направлении. Они спрашивали Духа Святого, куда идти, что делать, к кому конкретно идти. То есть они реально каждый раз регулярно приходили к источнику. Именно поэтому они делали сверхъестественные вещи. Потому что у них был неестественный источник. И также мы видим в Иоанна 16, главе 7 стихе, Иисус говорит, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель, заступник в некоторых переводах написано, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Также в 13 стихе написано, когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И это на самом деле сильные стихи, кто реально прочитал и обратил на это внимание. То есть Дух Господень был отправлен для помощи каждому из нас, для каждого верующего, ребят. Не только для кого-то одного, не только для пасторов, лидеров и тех, кто уже больше 10 лет в церкви, только для этой группы людей. Нет, Он был отправлен помогать каждому верующему в Иисуса Христа. То есть быть поддержкой в трудные моменты и путеводителем абсолютно в любое время для каждого из нас. И от нас, как от верующих людей в Господа, требуется желать этого. Мы видим, что Господь с самого начала дал человеку выбор. Он дал выбор каждому из нас. Поэтому, если я вчера пришел к Источнику, я пришел к Богу, я пришел к Нему, классно. А если я сегодня решу сам двигаться, Господь не против. Он позволит нам двигаться самим. Но от нас всегда зависит, как мы будем двигаться, двигаться, к кому мы будем идти. И, возможно, есть люди, у которых сейчас висит вопрос. Я приходил к Богу. Я приходил в комнату, садился в машину, шел еще куда-то и говорил, Господь, Ты мой источник, Ты моя поддержка, Ты мое основание. И мне сказали, что я выйду в победе, но я не вышел. Я не почувствовал какой-то сверхъестественной поддержки. Я не почувствовал вот этого сверхъестественного источника, хотя делал это. И здесь возникает вопрос, а почему так? И на него есть ответ в Библии. Иисус говорит, Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Здесь четко написано, если мы просим Бога о Духе Святом, чтобы Он помог нам, если мы взываем и мы реально просим, мы хотим этого, Господь Он сто процентов даст. Мы видим, что Он всегда верен своему Слову. Поэтому если мы приходим и мы ищем, мы просим о том, чтобы Господь был нашим источником, нашей поддержкой, значит так будет. Аминь? Сто процентов. И если мы посмотрим на один пример в Библии, на такого библейского персонажа, это Иосиф, он всегда был верен Богу. Всегда. И Господь для него был не только источником силы, то есть Он не приходил только за силой, за радостью. Он был источником смысла его жизни. Почему? Потому что, когда у Иосифа были сложные обстоятельства, его посадили в тюрьму, мы в Библии это так читаем, Иосиф был в тюрьме, Иосиф сделал то, то Иосиф вышел из тюрьмы, и все классно. То есть, а сколько он был в тюрьме? Иногда мы не можем визуализировать, что Иосиф мог приходить к Богу в тюрьме каждый день и просить, Господь, почему я в тюрьме? Когда я выйду? Я не сделал ничего плохого. Господь, освободи меня, Ты мой источник. Просыпался завтра, и он все равно в тюрьме. Просыпался послезавтра, и он все равно в тюрьме. Он был долгое время в тюрьме на самом деле. И он мог каждый день просить. И смотря на это вот так, можно сказать, что Бог вообще забыл про Иосифа, что ему было абсолютно все равно на Иосифа, что он был неважен для него. Но тем не менее, когда пришли определенные обстоятельства, даже в тюрьму к Иосифу, мы видим, что он был наготове. То есть, когда нужно было истолковать сны, он смог это сделать, потому что он сохранил свой источник. Он все равно приходил к Богу. Он все равно верил в Него. Это сложно. Это реально сложно. Когда ты до сих пор сидишь в тюрьме, ты продолжаешь верить и надеяться, что он твой источник, что он помогает, и что он не забыл про тебя. И это реально сложно. Но благодаря этому он вышел из тюрьмы, и он, ну, мы знаем, там концовку вот этого, хэппи-энд, все хорошо, все классно, потому что он сохранил свой источник. Аминь. И если вернуться в то, о чем мы уже говорили, то, что Иисус ответил ученикам, когда они принесли Ему пищу, Он сказал, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Если мы вдумаемся в это, то мы поймем, что когда мы что-то делаем для Бога, в Его воле, то это есть пища для нас, это есть сила для нас, и это есть источник для нас. Это то, что подкрепляет нас. И когда мы смотрим на Иисуса, на Его учеников, мы видим, что им часто не отвечали взаимностью, наверное, чаще, чем наоборот. То есть они шли, они приходили в город, оставляли все, что у них было, проповедовали истину, их били, кого-то убивали. То есть пришло 13 человек, ушло 11 человек, да, или меньше. Но они шли и делали это. И возникает вопрос, как, почему и каким образом сохраняли они радость. Да потому что они понимали, что это воля Бога. Когда мы творим волю Бога, это является пищей для нас. И сейчас это звучит прообразно. Это прообраз. То есть совершая Его волю, мы наполняемся Его силой. Это сейчас образ для нас. Но для Иисуса это был не просто прообраз. Это было на физическом уровне. То есть когда они принесли ему покушать, он отказался, мы помним, да? И потому что там пришло много людей, он проповедовал и так далее. Он же после этого к ним не подошел и не сказал, ну где еда-то? Еду принесли все-таки или нет? Я же кушать не хочу. Ну я сказал, это же прообразно было. Дайте мне покушать сейчас нормально. Такого не было. То есть для него это на физическом уровне была еда. То есть когда он совершал волю Бога, для него это была еда. Это была пища для него, это была сила, это был источник для него. И смотря на деяния апостолов, это 5 глава, 40-41 стих, мы читаем такой отрывок. Они послушались его и призвав апостолов, били их и запретив им говорить об имени Иисуса Христа, отпустили. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье. Ну как бы здесь вопрос, как так? Их побили не раз-два и пошли. Нет, их конкретно побили. Но после этого они выходят и радуются. И опять же, нам сложно, наверное, это представить, визуализировать. А как это было на самом деле? Их только что избили, они выходят и радуются. Потому что они понимали, что они творили Его волю. Это было источником для них. Поэтому, когда мы совершаем Его волю, когда мы что-то делаем для Бога, для того, что Он сказал в Библии, исходя из того, что Он сказал в Библии, это источник для нас. И также вот то, что мы видим, какие-то преображения в раме. Вот мы видим, что появились панели. Здесь появились... А? Еще, да, здесь панели появились. Кто-то заметил, что здесь уже панели появились? Так-то, да? Да. То есть, это приходят люди, и они тратят свое время. И мы такие, панели, панели. Ну, кто-то сидит и делает это, делает, делает. И может возникнуть вопрос, а зачем? А кому? Мне даже спасибо не сказали. Сидел здесь, панели крутил, а мне даже спасибо. Да это не мне, не мне. Это я просто образ, да. А даже спасибо вот этому человеку не сказали. У нас ответственность за это Андрея, если что, можно ему... Да. Андрею спасибо, да. Роман, да, кто у нас сейчас... Спасибо, да. Ну, каждому, кто участвует в этом. Но я про то, что мы можем это делать. Примеры, да, такие, вот, допустим, мы также говорили о жертве, о финансах. Иногда мы можем жертвовать, и мы не чувствуем какой-то благодарности. То есть, была такая сумма, сейчас в три раза меньше ты пожертвовал, а ты даже не чувствуешь благодарности, ты не чувствуешь отклика. Но если ты понимаешь, что ты делаешь это для Бога, и это Его воля, то ты будешь наполняться радостью, ты будешь наполняться силой и всем необходимым. Тебе не нужна благодарность, тебе не нужно, чтобы тебе подошли и сказали, молодец, молодец вообще. То есть, тебе это не нужно. Мы видим, что ученики делали это, их никто не хвалил, их наоборот, били, то есть, сделали какие-то вещи, убивали, то есть, они уже шли в меньшем количестве и так далее. Но тем не менее, они радовались, потому что они сами понимали, они сами осознавали то, что они творят волю Бога, и они наполняются силой и всем необходимым. Поэтому у нас есть то, на самом деле, чего нет у тех людей, кто не верит Бога, кто отказывается вообще верить в его существование. Они могут видеть в нас эту радость. Мы часто проходим с теми людьми, с кем мы работаем вместе, где-то еще мы с ними соприкасаемся, кто не верит Бога. Мы проходим почти такие же обстоятельства. У нас у всех есть проблемы, у нас у всех есть сложные моменты, и важно, чтобы люди видели в нас радость. Они видели в нас силу. Они видели в нас сверхъестественный источник, потому что мы следуем не за естественным Богом, мы следуем за сверхъестественным Богом. Поэтому у нас есть сверхъестественное. Аминь. Поэтому исполнение воли равно, так скажем, наполнению силой и всем, в чем мы нуждаемся. Поэтому я просто напоминаю каждому из нас, что у нас есть этот источник. Об этом говорит Библия. Об этом и говорит не только церковь. Мы четко видим, что Слово Божье об этом говорит. И более того, это Слово и этот источник подскажет, как пройти, и даст нам все необходимое. Поэтому давайте мы не будем забывать об этой привилегии, но наоборот будем показывать людям. Я говорю это каждому из нас, как напоминание. Говорю это самому себе, чтобы мы реально были показателем в этом плане. Потому что иногда мы можем забыть, мы можем приходить в церковь, мы можем служить, мы можем быть пастором, мы можем делать еще что-то. Но когда приходит сложное обстоятельство, мы можем делать вид, что мы такие же, как и все. Но мы не такие же, как и все. Аминь. Поэтому нам важно помнить, что у нас есть источник. Иногда мы можем об этом забыть. Иногда мы можем сами пытаться идти силами. И просто помнить, что Иисус шел, и мне надо идти, и как бы возьми свой крест, и неси, вот я иду, и несу свой крест. И также мы видим, что ученики Иисуса Христа, они приходили, и они делились чем-то настоящим. То есть чем-то особенным. И смотря на них, возникает вопрос, что ты можешь мне дать? Скорее всего, они приходили вчера, сегодня, и почти всегда в одной и той же одежде. То есть у них не было особо денег. Конечно, мы видим в Библии, что у кого-то были партнеры, кто-то реально помогал, кто-то давал деньги им, давал пищу им. Но я больше чем уверен, что у них часто были такие ситуации, когда у них не было денег. И когда они приходили, и что-то говорили людям, у которых есть деньги, есть власть, еще что-то есть, статус в обществе, они говорили со властью. Они говорили, зная это. Почему? Потому что они чувствовали и знали, что у них есть сверхъестественное. У этих людей есть естественное, а у нас есть сверхъестественное. Независимо от статуса в обществе, независимо от финансов, у нас есть что-то особенное, у нас есть источник. Аминь. Поэтому нам важно приходить, петь, говорить, наполняться Богом и тем, что Он нам дал. У нас есть это, вот это слово, привилегия. Приходить и пользоваться этим источником. Аминь. Давайте мы поднимемся, и мы будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим и ставим Тебя за церковь, за место, где мы утверждаемся в истине, Господь, что Ты здесь есть посреди нас. И мы просим Тебя все вместе, во имя Иисуса Христа, помоги нам всегда помнить, что Ты наш источник. Помоги нам, Господь, приходить к этому источнику и действительно наполняться Твоей силой, Твоими ответами, Твоим водительством, Господь, мудростью Твоей. Да и просто нам видеть это на физическом уровне. Да и это также видеть нашим друзьям, нашим близким, Господь, нашему окружению, чтобы они видели, что наш источник, это не их источник, наш источник всемогущий. Ты, Господь, Ты наш источник. Поэтому мы просим Тебя об этом, во имя Иисуса Христа, и помоги нам всегда воздавать Тебе славу, потому что Ты наш источник. Не возгордиться, Господь, не отнести это к себе, но Ты достоин всей славы, Господь, потому что Ты наш источник, Ты наша сила, Ты наше упование и основание, Господь. Слава Тебе за все. Аминь.